Всем доброго утра, всем доброе, добрейшее утро, уважаемые любители Торы, любители Торы и Божественного Знания. Все. У нас 211 занятие. Сейчас Яков Шатайдин присоединился. Так, если все нормально будет с Божьей помощью, так он организует урок моего старшего сына, Эдишамы Петусевича. Он что-то подготовил. В 10.30 будет еще. Возможно, урок. Хорошо, а мы собираемся, все собираемся. Шалом, доброе утро, хеллоу. И продолжаем изучать. Видите, у меня появилась пальма в кабинете. Видите, у меня пальма. У меня здесь, я себе сделал джунгли прямо. Сделал себе джунгли. Видите, сейчас мы живем в такое время уникальное, что можно себе пальму организовать прямо дома. Ну, не дома, на работе, в Тиве. Все, дорогие друзья, всем привет. Еще раз всем привет. Кто сейчас подключается, как раз Влад Косов, комментарии. Ставим лайк и не забываем, потому что Facebook смотрит. Если вам нравится урок, он его всем начинает показывать. Если не нравится, то нет. Поэтому, если вы ставите лайк и комментарий, то вы тем самым не просто демонстрируете свое участие в проходящем мероприятии, но и привлекаете к нему дополнительных участников. А здесь действует как MLM, принцип как MLM. То есть, как бы этот божественный свет, чем больше мы этого света заводим сюда, тем лучше каждому из нас. Я думаю, что мне дает Бог какое-то знание в зависимости от количества участников урока. То есть, у меня бывает иногда вот просыпаюсь утром, ничего не понимаю, а бывает прям все понятно. Чем объяснить, не знаю. Хорошо. Итак, дорогие друзья, 22-й отрывок 27-й главы звучит очень сложно. Я вам так скажу, что такой сложный вообще отрывок для понимания. Вообще, все следующие отрывки до конца 27-й главы, они все, значит, очень странные для нас. Знаете, для меня лично, могу так сказать. Почему они очень странные для меня лично? Они полностью все на примерах сельского хозяйства. То есть, царь Шлумо, он же жил когда? 3000 лет назад. И 3000 лет назад тогда люди, в принципе, каждый человек, он был связан с сельским хозяйством. То есть, не было, как сегодня, там все запаковано, в пластике, в этом. То есть, даже если человек жил в городе, в Иерусалиме, он все равно шел на рынок, там, и он видел хоть живых баранов, там, у них был в пейсах жертвоприношения, они видели этих барашков, там, всех они коров видели. Каждый год это тоже, это в голову не укладывается. Вернее, как, в принципе, можно все прочувствовать на примерах, но представьте, например, в пейсах, и они вот этих ягнят, годовалых, каждая семья брала ягненка и делали шхитую, мы резали, чтобы приготовить жертву пейсах, когда был краж. Представьте, например, полмиллиона человек режет полмиллиона баранов за один день, барашков. Что там, сколько там крови было, сколько там этого, и когда представить, это невозможно. Но я как-то видел какой-то географик, ну, этот, как называется? National Geographic. А, National Geographic, да, Geographic. Как правильно? National Geographic. Geographic, да. National Geographic. Я видел какой-то фильм, что есть у тибетцев праздник, когда они, это очень интересно, когда они ведут все вот этих вот телят, там, баранов и так далее, и они в один день в этот праздник, они всех их шхитуют реже. И там просто была показана такая площадка, там, 500 квадратных метров, на которой тысячи этих тибетцев резали одновременно этих коров. Это просто, я вам, ну, то есть, кровь, это, ну, совершенно невероятное какое-то, ну, мероприятие, да? И вот в 27 главе царь Соломон, он все приводит нам примеры на сельскохозяйственных каких-то примерах, мы попытаемся сейчас понять, что он имеет в виду. Значит, 22-й отрывок звучит так. Если ты им тихтош эт а эвиль бемахтеш, значит, если ты будешь расталкивать эвиль, это эвиль, мы знаем, кто такой эвиль, эвиль это грешник, стептик. Эвиль это грешник, но который грешит, именно стептический грешник такой, да? Если мы будем этого эвиля расталкивать где в ступе, как мы можем эвиля расталкивать в ступе, непонятно. А ступа это была, раньше брали такая каменная ступа, и туда семена, эти самые, зерно там разное кидали, и его расталкивали. Так если ты эвиля этого будешь расталкивать в ступе, бетох, арифот, бе, эли, лотос, урмалав и валто, среди там пшеничных этих-то зерен не отойдет от него его грешность, вот это вот, его стептицизм. Ну как ты поймешь, да? Может они когда видели, как эти семена, там, объясняют комментаторы, что у каждого семени, ну пшеница, есть пленка сверху, а есть какие-то сорта, раньше были дикая пшеница, в которой была, она очень полезная, это пшеница, которая называется, как называется, спельта, полба, полба. Она была не такая, как сейчас пшеница, которая большая, такая, внутри калина такая белая, она была наоборот вся там, ну такая, сухая такая, как дико, вот чем отличается дикое мясо от дичь, от недичи, от бройлерных куриц этих. Курица, которую выращивают на фабрике, она никогда из клетки не выходила, те куры, которых мы едим, она родилась в клетке, и она в клетке умерла, и она из клетки никогда не выходила, ее все время пихали, там ее короткую жизнь, какими-то, кололи там анаболиками, чтобы она быстрее толстела, и пихали ее какими-то едой, которая, говорят, что их кормят, вот этих курей, которых мы едим, их кормят остатками от рыбы, которую консервируют, то есть растертые, и даже их кормят, это же курей, когда убивают, их, ну и потрошат, а потом то, что из них вытащили, то есть это куры-людоеды, мы едим курей-людоеды, вы знаете, их кормят порошком из костей, которые из них же и сделаны, то есть те куры, которых мы едим, броулерные, это куры-людоеды, да, но они не знают, что они людоеды, они не едят живую курицу, они едят какое-то порошок, а дикая курица, дичь, она выросла на природе, она такая вся сухая, такая, прямо бегучая такая, знаете, и вот когда ты ешь дичь, вот это дикое мясо, это другое совсем. Так вот, объясняется в 22-м отрывке, что как, ну на примере, который им был понятен, что если ты будешь этого грешника толочь в ступе, что значит его будешь толочь в ступе, ты, как Бог нас толчет в ступе, события жизни, неприятности, то есть обычный человек, у него в жизни полно неприятностей, вот у меня, например, вчера, вчера, позавчера, сын Яков на тренировке, тренировался и упал, и, значит, приходит домой, нога вот такая распухшая, все, повезли в больницу, у него разрыв связки, разрыв связки, значит, колено, еще чуть-чуть бы была бы операция, Ну, то есть, ну, не разорвали, только ему сейчас нужно, там, два месяца ходить за эту, запаковали это колено, чтобы оно не сдебалось, все, то есть это неприятность, потом бах, я вчера провожу тренинг, сидят люди, и вот, там, слово за слово, все, одна женщина плачет, что такого, у него там бизнес один пропал где-то за границей, другой там из Узбекистана пролетел, прилетел, вчера прямо он во время тренинга потерял, там, 30 тысяч долларов, что-то он потерял убыток, потом вечером я еду на благотворительный вечер, Уриен Штерн проводил благотворительный какой-то вечер, собирали деньги, и мне подходит один парень и говорит, вот, вы знаете, там, я смотрю ваше видео, так вдохновляюсь, но вот, что мне делать, не могу сейчас никак успокоиться, копил там несколько лет деньги на квартиру, потом ехал оформлять квартиру, у меня было 73 тысячи долларов в сумке, и на меня на паре ограбили и забрали все, я говорю, не могу в себя вредить, вот, как, несколько лет труда, и, значит, и все нет, вот, как мне это себе объяснить, и я говорю, слушай, ну, там, как объяснить, говорю, ты должен как-то объяснить, потому что денег уже нет, и если ты сейчас себе еще это никак не объяснишь, так ты будешь еще ходить с проблемами в ближайшие несколько лет, ну, что ты выиграл, то есть, у тебя ни денег, ни голова нормально не работает, надо как-то объяснить, говорю, ну, то есть, без этого не получится, и, значит, у человека есть по-любому, его, как бы, бок толчет в ступе, но, как нам говорит Талмуд, если неприятности пришли, то человек должен проверить свои дела, проверил свои дела, если он понял, что его привело к неприятностям, отлично, есть прав, больше не будет неприятностей, написано, если проверил и не нашел, не понял, почему, как я, ну, я этому парню наметнул, говорю, смотри, тебе нужно подумать, может, ты там что-то неосторожно был с деньгами, может, то, может, это, он говорит, да, не, я ничего плохого не делал, вообще ничего плохого не делал, но мне кто-то сказал, может быть, это типа вперед я заплатил, что мне сейчас что-то должно прийти, я говорю, ну, тоже хорошее объяснение, можешь и так думать, да, что, если ты не думаешь, что ты что-то плохое делал, я же не буду ему там объяснять, ну, просто всю эту историю, подошел человек к мне, работая там в этом баре, в ресторане, где-то была презентация, но по факту нам говорит Талмуд, что если ты искал в своих старых делах и не нашел, за что пришли неприятности, так значит, ты мало учил Торы, на что это намекает, это намекает на то, что ты просто не знаешь, что такое Тора, Тора тебе объясняет, как все работает, если ты мало учил Торы, как он, он вообще ее не учил, так он думает, что все его действия хорошие, то есть, он уверен, то есть, мы-то знаем уже истории, сказал царь Соломон, что нет праведника, который бы не грешил, что даже праведник, царик, большой праведник, у него все равно есть где-то, он там кого-то обидел, там что-то не так сделал случайно, да, вот, а этот парень говорит из бара, которого ограбили, а я ничего плохого не делал, то есть, понятно, он просто не знает, может, что он и делал, но он не знает. Теперь, на чем отличается Ивель, Эвиль, это грешник-скептик, от грешника по вожделению, грешник по вожделению, он знает, что есть законы, есть Бог, и он говорит, я просто не могу их выполнять, потому что у меня мои желания, они побеждают, я иду против там заповедей, потому что я не могу с собой совладать. Но Ивиль, грешник-скептик, он по-другому, он говорит, а я не знаю, мне говорит, какой Бог, какие законы, какая Тора, мне, на это все я не знаю, там, и он, значит, живет в придуманном мире, поэтому любая неприятность, которая с ним случилась, она что? Она для него случайная, он даже, он, у него нет системы координат, координат, по которой он мог бы понять, что его Бог наказывает для того, чтобы его привести к Торе своей, которая спасет его в период больших бедствий. А раз у него нету, если для него все случайно, так его толки в ступе, не толки, от него нет, его грешность, она от него не отстанет, потому что он с ней смешанный, то есть его скептицизм, он ему не дает возможности понять и осознать, что с ним происходит. Поэтому в 22-м отрывке написано, что если ты будешь его даже делать ему неприятности, то есть ты, например, хочешь его наставить на путь истины, ну, например, вот там Жора сегодня проспал и не пришел, вот Итан пошел, Жору избил, ну, к примеру, Жора понимает в этот момент, что это не Итан его избил, а это Бог его наказал, да? За что? За то, что он там на родине приходит Торе, потому что Жора верующий. Да, если бы Жора был неверующий, Итан его избил, а он бы подумал, этот скептик, вот дурак Итан какой вообще, а что мне так не повезло, я даже вот просто понять не могу. Это, знаете, есть анекдот, две женщины встречаются, одна другая говорит, я не знаю, говорит, что меня муж прям бьет прям иногда. Та говорит, что прям вообще не знаешь, она говорит, ну, вообще прям не могу понять, говорит, я ему и стираю, и убираю, и кушать готовлю, и все ему делаю, все, что он меня вообще не доволит. Та говорит, что прям ничего, ну, что ты ему плохого не делаешь, он говорит, ну, разве что изменяю? Ну, разве же, говорит, ему это плохо, что изменяю, да? То есть иногда человек, вот, у которого сбита вот эта система координат, ему, что не происходит, он не понимает, от чего. Дальше. Значит, 23-й отрывок. Вот это вот, дальше идет бизнес, такое, бизнес-обучение, только через примеры с пастухов, потому что интересно, вообще все наши прадцы, Авраам был пастух, Ицхак был пастух, Яков был пастух, этот самый был царь Давид, папа царя Соломона, был пастух. И поэтому для них вот эти вот, Моисей, Моисей, Мошер Абейну был пастух. То есть пастухи, вот это животноводство, это была, ну, как бы, очень хорошая метафора, вот как правильно, как правильно вообще с людьми быть. Интересно, что у евреев так не называется, но у христиан, их, как они, ну, священники, или те, которые, те, которые, особенно у евангелистов, те, которые их просвещают, они называются пастырь, ну, пастух. То есть они так и называют пастырь, да? Интересно. То есть они взяли, как бы, это название, используют дальше, как на русском говорят. Ну, в общем, пастырь, да? Пастухи нравились. Значит, говорится в 23-м отрывке так. Ядоа тедап ней цюнеха. Знай, знай лицо твоего скота. Цон – это мелкий рогатый скот, то есть овцы и козы. Знай, познай лица своего скота. Шит лебеха леадарин. Направь свое внимание, свое сердце на свои стада. Как бы нам непонятно. Нам это непонятно, а объясняет Малбин нам, чтобы было понятно. Он говорит, что если у тебя есть бизнес, так он пишет, если у тебя есть бизнес, который тебе важен, не поручай его никаким другим людям. Не поручай его никаким другим людям, потому что если ты его поручишь другим людям, тогда оно все может разрушиться. Если бы я этот отрывок учил два месяца назад, я бы поступил вообще по-другому. Но Мойша все делегировал. Мойша все делегировал ли, я не знаю, потому что Мойша... Мойша, значит, делегировал ли он, я не знаю. И как там было на самом деле, сколько он с ними общался, я не знаю. Я знаю, что в Талмуде трактат Баба Мецея написано так, что если ты хочешь потерять свои деньги, то тогда поручи свой бизнес другим людям и за ними не следи. Найми рабочих и типа не обращай на них внимания. И я помню, что вот у меня прям реально было, что я с январями, с января и февраль, и вот сейчас прошла половина марта, я нанял компанию одну внешних консультантов, чтобы они управляли моим бизнесом. Думал, сейчас я спокойно буду больше времени уделять развитию и все такое. И вот я их как раз позавчера уволил, потому что бизнес начал падать, разрушаться, люди все попереругались и так далее. То есть вот конкретно, если бы я этот отрывок учил раньше, я бы им даже не поручил. И вспомнил бы, что, как говорит Дональд Трамп, Дональд Трамп, интересно, я читал когда-то его книги, он подписывает все чеки сам. То есть он настолько следит за своим бизнесом, и Евгений Черняк, например, из такой бизнесмен, сейчас здесь очень такой известный, у него все затраты идут, то есть он должен утверждать каждый платеж, он утверждает с телефона своего. То есть у него ни один платеж по компании не проходит без того, чтобы он нажал кнопочку «Я подтверждаю». Так он сделал специально программное обеспечение, которое позволяет ему удерживать свой бизнес. Значит, здесь нам сказал царь Соломон, знай-поздай лицо твоего скота, но это как бы метафора, что даже если ты как Боас, помните Боас и Рут, Меделат Рут, он приходил, он приходил на поле, он знал своих всех рабочих и так далее, хотя он был один из самых людей в Израиле, то есть он знал, Теодор Рузвельт был такой, он знал по имени каждого, который работал в Белом доме, он знал по имени каждого, с каждым он приходил. Наполеон с нами. Да, Наполеон там был со своими солдатами, все, то есть здесь есть такое, если тебе действительно важно то, что ты делаешь, то ты должен быть… Аутсорс? Это аутсорс? Нет, но аутсорс у тебя все равно, основной бизнес он у тебя, и ты поручаешь какие-то направления, ну компания, да, то есть ты просто взаимодействуешь там, но именно твой бизнес полностью отдать, ну получается, что он не советует. Дальше, 24-й отрывок. Тилоли улам хосэн вейм незер лидор вадор. Значит, он объясняет почему, потому что не навсегда богатство, и корона не на поколение. То есть опять же здесь идет этот отрывок, идет он на отрывок по бизнесу такой, да? Он говорит, что все в этом мире, оно идет полосами. Хотя, опять же, вот как объяснить? У нас было на мегатренинге 5000 человек, 800 человек купили билеты на следующий тренинг. И мы среди них разыгрывали машину. Машину, то есть автомобиль стоимостью 15 тысяч долларов выиграла женщина Анжелика Терещенко. И вот она после этого купила, выиграла машину. Приехала она вчера, был у меня тренинг тренеров, я обучал тренеров. На нем был один религиозный парень, который ведет молодежную программу в Йомтах, в Шефутинске Йомтах. Ну было там, в первых два дня было 70 человек, и, значит, из них купили следующие программы, купили 50. Но при этом это не совсем так. Одна женщина купила 30 билетов, а все остальные купили 22. Значит, вот было 52 билета, и среди них разыгрывалось там приз. Кто выигрывает? Он купил один билет, женщина купила 30, выиграла это Шефутинский религиозный. Люди, что это вы подстраиваете тут? Ладно. Потом уже для тренеров, тренеров осталось 27 человек. Значит, 27 человек, купили они тоже билеты на следующую программу, из 27 человек купили билеты на следующую программу, 12. Прямо там. Среди них один выигрывал тоже ценный приз. Кто выиграл? Та женщина, которая выиграла машину до этого из 5000, Анжелика Переченко. Как объяснить? Она конкретно на двух тренингах подряд, первая, у нее был один шанс на 800, второй раз у нее был, правда, один шанс на 12. Но все равно она выигрывает. Почему она одна выигрывает? То есть есть какие-то процессы, которые мы не знаем, но здесь нам говорит в 24-м отрывке «Царь Соломон», что какие бы ни были процессы, они все равно идут циклично. То да, то нет, то да, то нет. Тоже еще было у меня на тренде один пример, очень хороший. Там есть такое упражнение, когда нужно угадать из 10 пальцев один. И если ты угадал, то тогда угадал, это успех. Если ты не угадал, то ты задебаешь этот палец и не называешь это неудачей, а называешь опыт, который тебе позволяет следующий шаг сделать с большей вероятностью, что ты угадаешь. Чтобы привыкнуть, что в жизни надо все тестировать, если у тебя не получилось с первого раза, то, значит, и вот я наблюдаю, как люди делают, на первом ряду сидит, сидит на первом ряду, значит, два человека, он угадывает палец, там женщина и мужчина, она так ставит руки, и он такой говорит, вот этот палец, и угадывает с первого раза. Вау, там я победил, молодец, все. Потом, значит, она угадывает у него с седьмого раза и такая расстраивается, хотя ей чего расстраиваться, ну, какая разница, первый и седьмой все равно угадала. А я, а он там посидит довольный. Я говорю, а давай еще раз попробуем, интересно, вот с какого ты сейчас угадаешь от раза. И он угадывает с десятого. То есть он первый раз одного, второй раз с десятого. И 25-24 отрывок нам говорит царь Соломон, килоли улам хосэль, не навсегда богатство, во им незерли дор вадор. И корона даже, она не навсегда, потому что уже у сына царя Соломона отобрали 10 колен, забрали большую часть царства. То есть он, царь Соломон, передал целое царство, а его сын, Рехавам, уже половину потерял. У царя Давида, который был царь и великий праведник, все, у него, значит, первый сын на него восстал, вначале Адонияу, Адонияу, по-моему, убили первого сына. Сейчас, первого сына кто-то убил. Кто-то из других сыновей убил. Этот вот у него, Абшалом, восстал вообще на папу, на царя Давида с армии, хотел убить отца своего, хотел, да? И царь Давид была целая война, и военачальник царя Давида Абшалома убил и так далее. То есть потом, когда был царь Соломон, он должен был после царя Давида, царь Давид обещал, что царь Соломон станет после него царем. Но ему было тогда еще 12 лет, и в это время другой старший сын хотел захватить власть. Если бы он захватил власть, то царя Соломона убили бы. Прямо конкретно пришел к царю, к маме царя Соломона, к Батшеве, пришел пророк и говорит, беди скорее к царю Давиду, потому что если сейчас тот захватит власть, станет царем, он убьет и тебя, и царя Соломона. То есть корона не на все поколения, богатство не на все поколения. И почему эти два отрывка идут вместе? Первое, ты должен быть внимательным, это раз. То есть если у тебя уже есть бизнес, ты должен быть внимательным. Второе, ты должен знать, что не навсегда богатство, и быть осторожным, как правильно там с ним распоряжаться. И я вам скажу, что у тебя в последнее время наблюдают за, за там кто-то растет, кто-то теряет деньги, кто-то… И вот все равно те, кто растут, они растут, растут, растут. И чем больше ты хочешь расти, тем в какой-то момент быстрее наступает вот этот вот хлопок, и они там, ну, начинают падать. И имеет ли это все большой смысл? Я точно знаю, что не имеет. Вот этот вот постоянный рост, бесконечно… Я хотя… Я преподаю людям, что я знаю, ты можешь, и надо реализовывать свой потенциал. Но это надо реализовывать. Развитие равно жизнь. Но это не значит, что ты, если ты в чем-то развиваешься, ты должен постоянно туда шарашить, и бесконечно… То есть есть духовное развитие, есть физическое развитие, есть интеллектуальное развитие, есть… Ну, то есть есть гармония, то есть ты должен развиваться, но ты от того, что ты в одной сфере, ты залез на гору 2000 метров, 3, 4, 5, 6, потом полез на Эверест, то там 4% тех, кто лезут на Эверест, они погибают. Как не лез на Эверест, залез на 5000, тогда лез на другую гору, начни там плавать, еще что-то делать. Второй ты занимаешься, отлично, Мишли мы учим, учим. Потом закончим Мишли, будем там про заповеди учить и так далее. То есть жизнь – это развитие, но никто не сказал, что… Вернее, даже не так. Тот, кто стремится быть чемпионом, это путь, который явно ведет страдания, 100%. И или ты не становишься чемпионом, или даже если ты становишься чемпионом, то ты потом с этого сильно падаешь. Теперь давайте, чтобы сегодня главу закончить, нам осталось быстро тут. 25-е отрывок. Гала, Хатсир, Венера, Дэше, Венесфу, Асфот, Ари. Значит, очень такой непонятный тоже сельскохозяйственный отрывок, вообще чисто сельскохозяйство. 25-й отрывок так переводят. Пробили сходы, является зелень, и соберут травы горные. То есть здесь как бы идет намек, что еда есть везде. И человек, который хочет запасаться едой, вот он как бы, вот деньги там запасаться и так далее, то он в принципе работает впустую, потому что сам процесс постоянного безостановочного накопления, он ведет к проблемам, которые сопутствуют, их становится не меньше, их становится все больше. Как этот черняк, у которого там очень богатый, он написал очень красиво, он написал, что действительно деньги могут решить многие проблемы, потом такое троеточие, которые без этих денег не возникли бы. то есть ты двигаясь по пути к деньгам, ты создаешь проблемы, потом их же решаешь, создаешь их же и решаешь. И здесь нам царь Соломон, после того, как он сказал, что все не навсегда богатство и корона там и так далее, он говорит, слушай, а еда будет всегда. Есть всегда и всходы, и там, и на горах, там закрылось, там открылось. То есть тот страх, который двигает человека к накоплению, и к накоплению, он по факту, он пустой, потому что в сегодняшнем мире еда будет всегда с Божьей помощью. Понятно, да? Дальше, 26-й отрывок. Квасим ле левушеха умыхир саде отудим. Он говорит дальше так, 26-й отрывок. Овцы, овцы, из них берут шерсть, и из шерсти делают одежду. Квасим для одежды. Умыхир саде отудим. И какие-то были другие овцы другого вида. Их можно продавать и покупать себе поле. То есть, в принципе, если взять позицию царя Соломона, связанную с деньгами, то, в общем, она выглядит так, что видел ты мастера быстрого в своем деле, будет он стоять перед царями. То есть занимайся каким-то ремеслом, мастерством, делай что-то хорошо своими руками, то, от чего ты получаешь удовольствие, и у тебя все будет. Как он говорил в Экклезиасте, в Экклезиасте, сладок сон земледельца. Много или мало покушал, но у него есть одна забота, это его вот это вот поле, и как оно там. И написано, а сытость богатого не дает ему уснуть. То есть, когда у тебя есть 25 проектов, там идут караваны, тут земля, тут то, тут все, то есть все вот эти, которые занимаются бизнесами, они уснуть не могут, потому что у тебя разбросанное внимание. То есть, чем ты уже заточен, и чем ты более, твоя, как бы, твой фокус внимания направлен на какое-то одно ремесло, одно дело, тем больше вероятности, что ты в нем преуспеешь, и у тебя будет спокойная жизнь. Спокойная жизнь. Хорошо. Дальше. И последний 27 отрывок, 27 главе, то есть, мы заканчиваем это сельскохозяйственным бизнес-главом. Значит, тут даже такой оздоровительный отрывок, что хватит тебе, он говорит, молока коз для хлеба твоего, то есть, замени тебе хлеб. Козы, это самое здоровое, козье молоко, самое здоровое питание. И он говорит, питайся, в общем, пей козье молоко, и хватит тебе и на хлеб твоим домочадцам. То есть, если у тебя даже просто козы есть, уже ты сытый будешь, да, то есть, как бы, еды тебе хватит. Вахаим ли на ротека? И даст это жизнь, даже, ну, на Рим, это те, которые у тебя работают, и тоже перепадет от коз. То есть, даже с коз можно жить. Вот, 27 переводят тут так. И довольно козьего молока для пищи твоей, для пищи дома твоего, и на пропитание служанкам твоим. То есть, в принципе, заведите козу, советует царь Соломон, и будет все хорошо. Я вспоминаю короткую историю, как один еврей пришел к равину и говорит, «Рэбэ, мне так плохо живется, у меня там 8 детей, у меня там не хватает денег, у меня очень плохие жилищные условия, там мы живем все в одном, ну, в одном доме, такой, одно дом, одна комната большая». Ну, то есть, это раньше было давно. И говорит, что делать, не знаю. Говорит, просто уже сил у меня нету, сил нету вообще, все, «Рэбэ, мне так плохо, что мне делать?» Рэбэ ему говорит, слушай, говорит, «У тебя есть коза? Корова, корова есть?» Тот говорит, «Есть корова». Он говорит, значит так, я тебе, вот, прямо я тебе даю постановление такое, пусть корова живет с вами тоже в доме. Тот говорит, «Как?» Он говорит, «Корова должна жить с вами в доме». Значит, он заводит в неделю. Он заводит корову, значит, в дом, приходит через неделю, говорит, «Рэбэ, вообще, я с ума схожу». Вообще, то было, дети только орут, а сейчас еще эта корова мычит, воняет, что вы мне насоветовали? Мне еще хуже стало. Он говорит, «А коза есть у тебя?» Он говорит, «Есть коза». Он говорит, «Все, и коза тоже пусть с вами живет неделю». Он говорит, «Рэбэ, вы что?» Он говорит, «Хочешь исправить ситуацию?» Я тебе говорю, как исправить. Значит, он заводит козу, приходит через неделю, говорит, «Все, я с ума схожу, я уже не знаю, что делать. Если вы мне такие советы даете, может, мне вообще веру поменять?» Он говорит, «Послушай, я тебя какой-то раз подводил, уже там 3000 лет, мы Мишли изучаем, значит, я же знаю, что советую». Говорит, «Куры есть у тебя?» Он говорит, «Ты куры есть?» Он говорит, «Ты куры, пусть с вами живут». Он говорит, «Вы что, я с ума сошел?» Он говорит, «Вот еще три дня осталось, выдержи три дня, и потом ты увидишь». Ну, он три дня еще курей заводит, прибегая через три дня, говорит, «Все, я с ума схожу вообще». Он говорит, «Теперь выводи корову, козу и курей». Тот вывел, приходит к нему на следующий день, говорит, «Рыба, такое счастье, такая тишина в доме». Я говорит, «Просто счастье». То есть, что имеется в виду, что человеку для счастья, в принципе, надо, я думаю, даже не так, что у большинства из нас для счастья есть уже все. То есть, если посмотреть, как мы сейчас живем, то на всем царит актуалит, не жили, у царения было Facebook, у царения было порталовая игра, у царения было воды горячей в доме. То есть, у нас все хорошо, но что у нас нехорошо, это то, что у человека есть стремление к постоянному улучшению, ну, то есть, все время то, что есть, тебе мало, хочется больше. И в этот момент создается внутри недостача, а так как современная жизнь, она эту недостачу очень резко увеличивает с помощью рекламы, она тебе все время показывает, смотри, вот оно счастье, вот полистай только инстаграм, посмотри на все дорожи довольные, посмотри, как все живут, а ты что сидишь? И все начинают гнаться за этими фотками, за этой иллюзией, и постоянно недовольны. То есть, а на самом деле, вот, хватит тебе козьего молока для пропитания твоего. Все, так что заведите козу и радуйтесь. Это так нам советует царь Соломон. И все. Хорошо. Напишите, пожалуйста, свои выводы. Свои выводы напишите. И всем шаббат шалом. Шаббат шалом. Всем шаббат шалом. Вот я себе пальму завел и счастливый. Очень счастливый я, потому что у меня теперь есть пальма. Видите, я за ней... Следующий урок еще козу заведу. Тут будет... У меня не коза, у меня есть маленький бык. Видите, вот это мое сельское хозяйство. Ну, может, я себе заведу какого-нибудь здесь зайца, например, да, вот, видите, бык. Заведу зайца и... Нет, нужно сельское хозяйство. Зайц не кошельный. Нужно коза. Коза. Это идея. Значит, все, будем искать козу декоративную. Если бы были маленькие, козы такие, я бы себе здесь завел бы козу. И все. Все, друзья, шаббат шалом, удачи, успехов. И в следующий раз в воскресенье с Божьей помощью начинаем 28 главу. Нам осталось три главы, и мы пройдем самую мудрую книгу в мире. Все, удачи, успехов, пока.